Не изменяя нашим традициям, то есть, в общем-то, идем последовательно. То, что и планировали, спасибо, Мария Петровна, она сегодня подготовила доклад по поводу двигательной нейропсикологической коррекции в работе здесь. Давайте ее послушаем, а потом уже в производном варианте будет дальше. По времени, скажите, пожалуйста. Вам сколько удобно? Я могу растянуть, могу сократить. Вам оптимально. Давайте пока не сокращать. Это какой у вас лименной формат? Нет, у нас произвольный лименной формат, для того, чтобы... Подожди, еще быть неформальный вариант. Да, это само проблематично. Ну, я думаю, тогда будет возможность вопросы задавать. Конечно. Постараюсь сильно не расплываться. Я стояла перед сложной задачей, когда готовила этот доклад, потому что представляла нейропсихологию в среде психологов, и мне это понятно, как делать в среде психологов. Для таких смешанных аудиторий, когда есть и врачи, и психологи, и логопеды, и разные врачи, я не представляла никогда эту тему, и поэтому я немножко как бы колебалась. С одной стороны, мне хотелось начать с изловка для студентов, с другой стороны, я понимала, что коллегам это не нужно. И когда я забегала куда-то вперед, потом я опасалась, что ничего в это не знаю, и опять возвращалась. Поэтому не судите строго. У меня такой доклад может быть внутренне противоречивый. Но все-таки собрать такую аудиторию, это тоже, наверное, дело редкого случая, когда собираются разные специалисты и пытаются найти какой-то лучший язык. Но готовы отвечать на вопросы, если я что-то напортачила в самом докладе. Называется «Двигательная нейропсихологическая коррекция в работе с детьми». Меня попросили рассказать о том, чем я занимаюсь в психологическом центре. И я решила выделить этот аспект, хотя это, наверное, не единственный аспект нашей работы, но основной ключевой. И все-таки немножко теории. Извините, если я буду для кого-то повторяться, я постаралась нетрадиционно подавать теорию нейропсихологии. Два слова об этой науке. Ее связывают отечественные министры с именем Лори. Возникла она во время, как бы, практика огромная во время Второй мировой войны. Великая отечественная, когда была огромная клиника, заложила основу нейропсихологии в Угольске еще. До, естественно, то есть в начале 20 века. И долгое время нейропсихология развивалась, в общем, как наука клиническая. То есть нейропсихологи были клиницистами, которые работали с травмами и разного рода поражениями, опухолями, инсультами, еще чем-то. Головного мозга восстанавливали после таковых. Либо диагностировали, когда еще не было такой аппаратуры, как сегодня. И топическая диагностика калорий была великолепна, не хуже томографов, которые, когда появились и сопоставляли, в общем, было практически наравне. Но в конце 90-х, то есть где-то с 2000 года, развивается такое направление в нейропсихологию, как детская нейропсихология. И связана она уже не с клиникой, не с поражениями мозга, а с антогенезом, то есть с детским развитием. И вот, собственно, как бы в этом направлении мы и работаем. В области детской нейропсихологии. Это одно из направлений нейропсихологии нормы, которые сейчас тоже активно развиваются. Детская нейропсихология. Но, опять же, когда мы заходим в область детской нейропсихологии, мы сталкиваемся с тем, что дети есть норма, есть ненорма. И даже если мы не говорим о травмах головного мозга, о хирургических операциях, там, удалении опухоли или детских инсультов, то есть не говорим о такой тяжелой клинике, тем не менее у нас тоже есть клиника. Это различные последствия перинатальной энцефалопатии, там, минимальные мозговые дисфункции, вот такие вот диагнозы звучали, или там множественные нарушения развития, или резидуальный органический синдром. То есть все равно есть нарушения, есть клиника, да, с которой мы работаем. Но это уже другая клиника, не та клиника, которая была в нейропсихологии изначально. Ну и вот, собственно, из всей теории нейропсихологии я решила остановиться на трех принципах, потому что из этих теоретических принципов вытекают наши принципы нашей практической работы. Да, вот они тесно связаны. И напомню вам эти принципы нейропсихологической науки. Первый принцип утверждает социальное происхождение высших психических функций, да, то есть не природное, не естественно, а культурное их происхождение, и невозможность развития высших психических функций вне общества, да, то есть социогенез, и изучает, соответственно, этот социогенез. Второй принцип утверждает, что все психические функции имеют сложное системное строение, то есть каждая функция привязана не к определенному отделу мозга, а каждая функция представляет собой систему звеньев или факторов, как их называют в нейропсихологии, и эта система является сложной, поэтому забрав один фактор, да, вот какой-то, имея какой-то поврежденный один участок мозга, рушится вся система или видоизменяется ее работа. Второй принцип. И третий принцип динамической организации, локализации психических функций вытекает из второго связка, убеждает, что вот это вот строение системное высших психических функций, оно не постоянно от рождения до конца жизни, оно динамично все время меняется. Ну, напомнила, извините. Так, а сюда, а сюда. Итак, какие следствия, что следует из этих принципов, которые уже практически следуют. Ну, во-первых, из первого принципа следует, что в формировании любой психической функции можно выделить три этапа, и я скажу о них дальше. Из второго следует, что любой дефект имеет вторичное звено, вторичное и третичное. И это, ну, вот, кстати, вот все то, что я перечисляю, это сугубо нейропсихологические, как бы, отличия и достоинства этой науки. Которыми не может похвастаться, собственно, там, психология детского возраста или просто клиническая психология. И третье следствие, то, что структура или состав каждой функции меняется в зависимости от возраста, в зависимости от состояния человека или даже в зависимости от той поведенческой стратегии, которую он использует. Вот работа того же человека в одном и том же состоянии, в одном и том же возрасте это может быть. И теперь подробнее об вот этих вот следствиях, которые я сейчас перечислила. Итак, три этапа социогенеза, функции, психические функции. Первый этап интерпсихологический. Это, напоминаю вам, очень важно для понимания коррекционной работы того, чем занимаемся мы с детьми. Интерпсихологический, то есть интерпсихологический, то есть интерпсихологический, между людьми, этап, когда одна психическая функция распределяется в данном случае между взрослым и ребенком и совместно они обеспечивают выполнение одной, протекание одной психической функции. Следующий этап экстрапсихологический, когда ребенок выносит некоторые функции вовне, они у него еще не интервизированы, то есть, например, у него появляется с развитием речи внешняя речь, да, он сам себе говорит, до этого мама говорит, ну, посмотри, что это, это птичка, да, увидела ребенка. Тут он сам говорит, а что это, да, это птичка. Экстрапсихологический этап и интерпсихологический этап, когда уже речь и все связанные с этим функцией сворачиваются внутрь и полностью функция усвоена, и это как бы взрослый этап развития каждой из функций, ребенок думает, что это, и сам отвечает, даже, может быть, не используя внешнюю речь. И, собственно, собственно, вот эти вот этапы социогенеза высшей психической функции, это и есть наши этапы коррекционного обучения. То есть, все коррекционное обучение у нас как и строится, сначала разделенно со взрослым, мы берем часть функций мотивации, активации, регуляции, напоминания, да, то, что тем ребенок не справляется. Затем постепенно делегируем ребенку эти функции, когда он может уже сам себе напоминать, сам что-то активировать себя, сам как-то мотивировать. В конечном этапе, когда наша работа с ним заканчивается, ребенок полностью уже как бы самодостаточное существо. Ставим лоб, то есть добиваемся саморегуляции. Да, выходим на этот интрапсихический этап развития. Еще раз скажу, что вы ставите как-то, да? Ставим лоб. Ну, это сленг, да. Но лоб это замок или что-то другое? Ставим лоб на место. Скоро, лоб дает функции. Лобные функции, да. То есть формируем лобные функции. Саморегуляция, контроль, планирование. Ставим лоб. Значит, следствие второго принципа о системном строении напоминаю. Ну, здесь вот как бы напоминание, что система состоит из нескольких звеньев или нейропсихологических факторов, каждый из которых выполняет определенную функцию, и каждый фактор привязан к определенным мозговым структурам. В совокупности несколько, да, вот эта система мозговых структур обеспечивает мышление, одну функцию, речь, одну функцию, память, одну функцию. И поэтому при нарушении одного из факторов рушится вся система. Вся система оказывается неполноценной, дефицитарной. Она где-то начинает пробуксовывать и где-то не справляется с нагрузкой. И, собственно, что происходит при этом? В нейропсихологии выделяют синдромы. Синдром состоит из трех симптомокомплексов. Первичный дефект – это, собственно, выпадение вот того самого звена, связанного с поражением отдельных участков мозга. Дает первичный дефект. Вторичный дефект – это те пострадавшие функции, которые связаны с работой этого звена. Например, если мы говорим о левом височке, который обеспечивает именно фономатический слог. Выпадает фономатический слог, будет первичным звеном. Вторичным звеном будет перечень тех нарушений функций, которые включают в себя непосредственно фономатические слог. Какие это функции? Это речевые функции, это чтение, это слухоречивая память, это письмо. То есть это уже вторичный дефект. Он не первичный, мы его оцениваем как вторичный. Он больше первичного, массивнее. Третичный дефект – это уже ряд компенсаций, которые задействуют мозг для преодоления первичного дефекта. И эти компенсации могут носить как компенсаторные перестройки, как позитивный характер, то есть облегчать протекание, выполнение какой-то деятельности, каких-то навыков. Но могут и препятствовать, то есть носить могут и негативные характеры, эти спонтанные компенсаторные перестройки. Это то, как любят иллюстрировать нейропсихологи, системность высших психических функций. Каждая функция – это набор звеньев. Когда разрушается, попадает, не знаю, там поле, мяч попадает в какое-то звено. Башня рушится. И рушится непредсказуемо, хаотично. Какая-то часть звеньев остается сохранной, а какая-то разрушается. И всякий раз вот эта общая система будет иметь разный вид в зависимости, то есть функция, например, речь, будет иметь разный вид в зависимости от пораженного сигнала. И что влияет на строение функции? В качестве причин называют, ну, несколько основных, во всяком случае, на сегодняшний день известных нам таких вот факторов. Первое – это изменение состава и строения функции в развивающемся мозге, то есть начиная от младенчества до старости. Каждая функция постоянно претерпевает в своей системе, в своей структуре виды изменения. Больше всего изучен взрослый возраст, сейчас активно изучается детский возраст, и начинает изучаться преклонный возраст. Там тоже есть свои особенности, очень неожиданные для психологов и для нейропсихологов, которые всегда ожидали там снижения когнитивных функций, ухудшения, всего распада, а там оказывается все вообще. С возрастом все совершенно по-другому, не так, как ожидали. И это вот сейчас изучают. Это как же. Итак, значит, вторая причина – изменение функции по мере автоматизации. Это происходит в любом возрасте. Здесь в качестве примера можно обратиться к опыту обучения вождению машины. Вот насколько, когда вы учитесь водить машину, каждое действие, прямо это целая деятельность. Сосредотачиваешься то на дороге, то на руле, то на педали, то на руке, то еще на чем-то, то на пешеходах, то на светофоре. И это все настолько развернуто, что не успеваешь реагировать, едешь очень медленно, коряво, не успеваешь за всем следить. И постепенно, когда происходит автоматизация этой функции, водитель опытный, в общем, уже не замечает, что он делает там правой ногой, левой, руками, светофорами. Он, в общем, едет практически не задумываясь. И, соответственно, на начальном этапе вождения вот этот навык будет включать один ряд звеньев нейропсихологических на конечном этапе, совершенно другой. То есть другая система будет, другая структура у этой деятельности. И что еще может изменять строение функции, так это использование разных стратегий. Как я сказала, эти стратегии может использовать один и тот же человек, в зависимости от разных факторов, может зависеть изменение стратегии. Например, от креативности его, от уровня творческости в том числе. Так, к примеру, письмо, я здесь привожу пример, может быть аналитическим и хористическим. Обычно более простые и автоматизированные, часто употребляемые слова, мы пишем, вообще не задумываясь, не анализируя, что мы пишем, автоматически. Если мы встретимся с, нам скажут, записать там название какой-нибудь горы или этого вулкана, я его до сих пор не могу запомнить, выговорить, который там где-то пыхтел. Мы вернемся опять как первоклассник, полностью разложим всю эту функцию письма, с проговариванием, с фонематическим анализом, с выписыванием. Ну, разве что буквы у нас будут не так сложно выписываться, как у него. Ну, и вот, что это значит, опять же, для коррекции, что поражение одного и того же участка мозга во взрослом возрасте, то есть в сформированном мозге, и в детском возрасте, в развивающемся мозге, имеет разные последствия. Для взрослого нарушаются только ниже лежащие функции, для ребенка разрушаются и ниже лежащие функции, и вновь образуемые, формируемые выше лежащие функции. То есть последствия каких-то патологических влияний на детский мозг у ребенка больше, чем у взрослого. Но это одна только тенденция. Если уж сказали о плохом, то могу сказать о хорошем, что, ну, напомнить, что компенсаторные возможности и пластичность мозга с возрастом тоже уменьшается. Так что, хотя и масштабы нарушений серьезнее у ребенка, но и возможности компенсации этих нарушений у ребенка тоже гораздо больше, чем у взрослых. В общем, на том и стоит наша коллекция. Здесь я привожу функцию письма. У первоклассника функция письма такая еще в развернутом виде состоит из семи компонентов. То есть задействуется семь звеньев нейропсихологических. Это развернутая система письма. На фотографии, обратите внимание, девочка левша выписывает в тетрадке в каком состоянии у нее правая рука. Да, как она сложила чудненько пальчики, оттопырила. Да, и вот вся в напряжении. Настолько это трудозатратно, энергозатратно. Энергозатратен любой навык, который не сформировался. У дошкольника, который может записать всего 10 слов, он только научился вот эти 10 и все, больше ничего. Мама, папа, свое имя, имя мамы. Не будет такой развернутой системой письма. Потому что он не выполняет многие составляющие этой функции. Он сам себя не регулирует, он не проводит фономатический анализ, он сам себя не мотивирует. И поэтому у него функция письма будет состоять из 3-4 компонентов. Приблизительно так же, как у взрослого человека. Она состоит где-то из 2-3 компонентов активных зрений, когда взрослый человек пишет. И вот на этом теория моя закончилась. Напоминание. Это основа, на которой базируется нейропсихологическая коррекция. И теперь непосредственно о той коррекции, коррекционной работе, которой мы занимаемся с детками. Здесь представлены 4 этапа нейропсихологической коррекции. Начинается нейропсихологическая коррекция с диагностического этапа. Для этого используются модифицированные методики Лурия. После диагностического этапа необходим установочный этап. Необходимо формирование установки и готовности, и определенных правильных ожиданий от работы и у родителей, и у ребенка. Поскольку нейропсихологическая коррекция представляет собой двигательную коррекцию в большей степени, больше всего двигательную коррекцию, то часто родители, приходящие к психологу с каким-нибудь отчетствием речи, нарушениями обучения, с научным вниманием, нарушениями развития, ожидают каких-то психологических занятий. За столиком, на стульчике, с какими-нибудь карточками, или там кубиками, ну или еще чего-нибудь подобного. И когда они не встречают, как бы их ожидания не оправдываются, они не встречают того, что они себе представляли, оказываются удивленными, разочарованными или не понимающими как минимум, что происходит. Поэтому обязательно разъяснительная работа по поводу того, чем мы занимаемся, зачем мы вот это вот делаем, там ползаем, дышим и все остальное делать. Что это даст, с чем мы работаем, для того, чтобы предупредить и в будущем какие-то неадекватные запросы, и неадекватные вопросы, и сформировать правильную установку, правильное понимание работы и ожидаемых результатов нашей работы. Третий этап, собственно, коррекционный. То есть это коррекционные занятия, которые могут проводиться как в индивидуальной форме, так и групповой, в идеале лучший эффект и больше возможностей от групповой формы занятий. Но не всегда это оказывается возможным в силу состояния детей. Иногда ребенка нельзя просто включить. Группу требует слишком много внимания со стороны специалиста. Он не может находиться в группе. Ну и после коррекционного этапа, который может длиться разное время, от нескольких месяцев до нескольких лет, следует оценочный этап, на котором мы проводим опять диагностику. И наша задача отсутствия симптомов или исчезновения негативной симптоматики. Родители видят и сами. Наша задача не зафиксировать, что там ребенок писался, сейчас перестал писаться, или не говорил, сейчас заговорил. Да, мы не это фиксируем. Наша задача смотреть на причины. Причины того, почему он писался, почему он не говорил, или почему еще с ним что-то было нехорошее. И смотреть, повлияли ли мы на эти причины, насколько мы на них повлияли. Потому что нейропсихология в принципе ориентирована на поиск причин механизмов нарушений, на устранение причин механизмов нарушений. И мы должны зафиксировать, что мы работали именно с причиной, а не с симптомом, не с тем, что видно, а с тем, что скрыто. Потому что, если симптомы исчезли, и мы удовлетворились вот такой симптоматичной диагностикой, да, у вас все хорошо, значит, работа с вами закончена, уходите, то, скорее всего, не устранив причины этих нарушений, мы столкнемся с тем, что через какое-то время у ребенка опять появится та же симптоматика, или другая симптоматика, может быть, даже более тяжелая симптоматика, потому что причина осталась неустранена. И поэтому оценочный этап коррекции призван зафиксировать, что да, мы работали с причиной, и мы устранили эту причину. С кем работаем? Наибольшая эффективность нейропсихологической коррекции показана для детей от 3 до 13 лет, но чаще всего работают с детьми в возрасте от 5 до 9 лет, это максимальный эффект. С трехлетками тоже очень эффективно работать, но не всегда с ними удается работать в силу возраста, но когда удается, действительно эффект, ну вот, просто чувствуешь, что ты вкладываешь там копейку, а у ребенка сдвиг там на 10 рублей. То есть ребенок, пришедший в 3 года около 3 лет, практически с диагнозом аутизм, за полгода, а в аутизме вообще вот вовремя просто, причем мама там с 2 лет следила, делала все правильно, навела девочку до 3 лет, чтобы с ней можно было начать заниматься, в 3,5 года все, у ребенок в садике уже остались особенности поведения, которые, ну, там специалиста может быть натолкнут на мысль, что там у нее был риск развития аутизма, то есть была вот эта вот, да, как бы готовность к этому. Итак, что возраст, я сказала, и, собственно, те нарушения, особенности развития развития и поведения, перечислено, я не буду их зачитывать, как вы видите, спектр, в общем, очень широкий, и поэтому мне очень обидно за нейропсихологию, которая уже сколько, десятилетия, на Западе развито, бог знает как, у нас развито, к сожалению, не так хорошо, как на Западе, но в учебниках, когда мы, там, берем какие-то учебники, нам говорят о методах, эффективных методах работы с детьми, имеющими множественные нарушения, имеющие, там, аутизм, имеющие еще какие-то, да, вот такие тяжелые особенности, развития, вообще нейропсихологические методы даже не напоминаются, то есть вообще не знаю, в этих методах, хотя уже сколько, вообще нейропсихология существует, и сколько нейропсихологов есть, и сколько детям они помогли, так вы видите, от нормы до тяжелой патологии, я здесь еще написала, множественные нарушения развития, немножко про нейропсихологическую диагностику, она нужна для того, чтобы мы могли оценить, опять же, не просто перечень, ну, как бы, не только количественно оценить ребенка, уровень развития, там, мышления, памяти, все психические функции, сколько она нужна для того, чтобы мы могли качественно оценить каждую функцию, ее протекание, нарушение звена поломанного, да, то есть какое звено нам дает этот вторичный дефект, и какие уже у ребенка есть компенсаторные перестройки сложились, да, то есть с чем мы имеем дело, поэтому результат нейропсихологической диагностики, это качественная и количественная оценка развития, и на основании этой диагностики планируется коррекционная работа, индивидуальная и групповая, когнитивная или сенсомоторная, ну, или та и другая. Не знаю, нужно ли останавливаться подробнее на том, что нам дает диагностика по трех блокам мозга, нужно или нет? Нужно. Хорошо. Тогда диагностика первого блока мозга, напомню, это блок регуляции тонуса и бодрствования, да, это выделение трех блоков мозга по Александру Романовичу Лори, значит, позволяет оценить нейродинамические характеристики психической деятельности в целом, работоспособность, темп, устойчивость внимания, позволяет оценить фоновые компоненты, опять же, всех видов деятельности, такие, как плавность, протекание, переключаемость, тонизирование, удержание оптимального тонуса, позволяет оценивать адекватность эмоциональных реакций и нарушение памяти. Диагностика второго блока мозга позволяет оценить кинестетический и кинетический праксис, пространственный оральный, зрительный и пространственный гнозис, слуховой гнозис, извините, немножко разъехалось у меня, виды памяти, слуховечевую, зрительную и двигательную, а также комплекс речевых функций, более сложные функции, письмо, чтение, счет, если ребенок уже в зрелом, школьном возрасте. Итак, диагностика третьего блока мозга позволяет оценить такие функции, как внутреннюю и обобщающую речь, интеллектуальные функции, произвольное внимание, особенности поведения, а именно мотивацию, особенности саморегуляции и самоконтроля, а также критичность. Привела пример нейропсихологического заключения на ребенка 11 лет с аутизмом, тяжелая форма аутизма, ребенок практически, когда пришел, практически не говорил. И второй вариант нейропсихологического заключения на ребенка от 5 лет, тоже пришедшим в работу в 4 года с диагнозом аутизма, это ошибочный диагноз аутизм. Можно ли зачитывать? Любопытно ли? Или это уже мелочи, которые специалистам, не погруженным в нейропсихологию, не очень любопытно? Я думаю, что да, все-таки зачитайте. Любопытно? Тогда мне надо... Вы присядьте, может быть, если с экрана зачитайте, да. Давайте 5 лет, 5 лет, это вот 5 лет, почти 6, 11 месяцев, ребенок находился в работе 2 года. Было заключение дано, по-моему, в июне или в мае месяце, и в сентябре ребенок должен был идти в школу. Эмоционально-личная сфера. При обследовании контактен, активен, заинтересован, включен. Высокая эмоциональная включенность в обследование изредка приводит к избегающему поведению при неудачах. Это не препятствует настойчивости. В речи присутствуют в запинке поведение адаптивное, гибкое, целенаправленное, леворукие. Наблюдаются некоторые трудности включения в деятельность, эффект вырабатываемости, темп деятельности замедленный, ускорение приводит к истощению и ошибкам. Праксис. Кинестетический в норме, не считая синкинезии. Кинетический незначительно снижен. Усвоение со второго показа. Выполнение поэлементное. Присутствует упрощение программы. Трудности переключения. Двигательная память в норме. Рецепродная координация достаточно стабильна. Фономатический слух сформирован недостаточно. Внимание! Небольшие трудности включения в задание. Концентрация нейродинамика в норме. Зрительно-предметный гнозис достаточен. В сенсибилизированных пробах фрагментарность восприятия. Зрительная предметная память снижена вне избирательности. По правополушарному типу объем памяти достаточен. Прочность памяти к интерференции снижена. Есть контоминация парафазии. Пространственные представления. Квазипространственность сформирована недостаточно. При этом структурно-топологический фактор в норме. Речевые процессы сформированы недостаточно. Стертая дезортрия. Словарный запас достаточен. Затруднение замедленности восприятия информации на слух. Регулирующая функция речи формируется. Мыслительные процессы. Достаточно зрительно-моторные координации сформированы. Латерализация функции. Пишет левой рукой. Рука левая. Правая нога левая. Ухо правый глаз левый. Профиль благоприятный для обучения. В целом синдромный анализ несформированности ВПФ выявил функциональную дефицитарность подкорковых структур мозга, частично скомпенсированную, приводящую к вторичным дисфункциям корково-подкорково-межполушарного взаимодействия. Кроме этого, выделена заинтересованность правополушарного фактора сочетания гипо- и гиперфункционирования. В целом выявляется картина ТП психического развития. В динамике с апреля 2012 года улучшение корково-подкорковых связей, кинетических функций и межполушарных связей. Улучшение когнитивных функций речи, памяти, мышления, внимания. На общем фоне выделяется правополушарная дисфункция. Рекомендовано. Учитывая латеральный профиль, рекомендовано регулировать левой руки. Не рекомендовано формирование визотрывного письма. При восприятии и переработке информации рекомендовано использовать как опорный, нехитительный фактор и кинетический, кинестетический фактор. И не использовать как опорный фонематический слух, потому что будет истощение. Ну, как бы он у него не скомпенсирован достаточно и самый слабый. Здесь вот на момент почти шести лет. Ребенок в четыре года пришел практически с диагнозом аутизм, потому что он очень тяжело вступал в контакт. С ним не могла врач найти общего языка. Он мог отвернуться. Маме было очень тяжело. Он мог стоять, например, на лестнице перед дверью, не заходить час в квартиру, потому что непонятно, что ему не нравилось. Он ничего не говорил. Он стоял, набычившись, мог плакать, упираться, если его затаскивали. То есть поведение было как бы очень такое неадаптивное. И, ну, может быть, поэтому стоял вот аутизм под вопросом. Ну, мальчик имел совершенно другого рода трудности. Физма связана с левшеством, прежде всего. Ну, и с некоторыми, все-таки там было органическое поражение мозга, то есть впоследствии перинатального дискового процеда. Пошел в школу, прошел, как бы занимается. Первый класс, сейчас он уже во втором классе. Пошел готовый туда. Никаких у него, это там, ни нуреза не началось, ни заикания, что там было, потому что запинки в речи могло начаться. Нет, как бы все-все, он будет полным. Значит, двигательная коррекция, это прежде всего метод замещающего антогенеза, который разработал профессором Семенович. Анна Владимировна. И одним из подвидов этого метода является, собственно, сенсомодорная коррекция, факторами которой является горячая и сутановая. Это тот метод, который я использую в лучшей части сенсомодорной коррекции. Метод замещающего антогенеза. Основная идея, которая была реализована в этом методе замещающего антогенеза Семенович, следующее. Ребенок, имеющий перинатальные и постнатальные нарушения, прежде всего перинатальные нарушения, то есть какие-то воздействия негативных, патологических и так далее факторов на плод, на мать в целом, не развивается в течение первого года жизни так, как он должен развиваться. То есть мы наблюдаем ненормативное психомоторное развитие ребенка. Это ненормативное психомоторное развитие может выглядеть не только как задержка темпов развития, позже начал держать голову, позже сидеть, позже ходить, позже говорить, а может выглядеть как выпадение некого. Например, ребенок не гулил, ребенок не ползал. Или даже опережающее развитие. Ребенок в 4,5 месяца сел, в 7 месяцев встал. То есть иногда инвертивное, то есть ребенок сначала ползал, а потом научился сидеть. Это все варианты ненормативного психомоторного развития до года. Все эти варианты связаны с тем, что нервная система не была сформирована достаточно. И поэтому проявляется вот такого рода дисфункция. Поскольку считается, что подкорковые отделы мозга довольно зрелы к моменту рождения заканчивают свое развитие в первые месяцы жизни. И они обеспечивают, запускают те программы развития, которые мы и наблюдаем до года. Если происходит сбой в этих первичных программах развития, то не запускаются более сложные программы развития. И поэтому такого ребенка может не быть проблем. Родители их не замечают. Как бы все нормально с ребенком, он развивается, а потом в 5 лет у него что-то начинается. Или когда он идет в школу в 7 лет, они замечают проблемы, сталкиваются с какими-то проблемами. И вот идея этого метода замещающего антогенеза состояла в том, что мы искусственно создаем условия, как бы заставляем ребенка проходить этот антогенез, который был неполноценно пройден заново. Поэтому в этом методе предполагается, что ребенок начинает от рождения, когда его тело находилось в пространстве только лежа, он мог только лежать, немножечко двигать какими-то частями тела. Затем он начинает садиться. Это следующий этап. Затем он становится на четвереньке. И затем он принимает уже вертикальное положение. И вот проходя, замещая заново выстроенный антогенез, мы прощупываем все функции и зная уже, что у ребенка не было сформировано, какие дисфункции у него уже есть и чего мы можем ожидать в этом процессе. Мы как бы искусственно конструируем эти функции. По сути заново их запускаем. Некоторые, насколько это возможно запустить, в том возрасте, в котором дети приходят. Цели сенсоматомной коленции. Оптимизация функционального статуса, прежде всего, подкорковых образований, подкорковых стволовых образований мозга, формирование базиса подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий, преодоление ригидности и сенкинезии, формирование базовых сенсоматомных взаимодействий и формирование внимания. На верхней фотографии ребенок ползет. Он должен ползти на животе. У него очень много сенсоматомных взаимодействий. Вы видите, присогнутая нога, и подключаются там, ну как бы очень неправильно. То есть вот эти базовые сенсоматомные взаимодействия у него не были сформированы. Этот ребенок в младенчестве вообще не ползал. И научить ползать его было очень тяжело. Плюс у него ряд еще и других трудностей. Произвольная саморегуляция, да, это вот я сказала, то, что ставим лоб, да, одна из важных целей. А на нижней фотографии этот же Никита показывает вот с такой улыбочкой уши слона. Он показывает их неправильно. Это уже когда он научился делать правильно, я попросила его показать, как он показывал раньше, поэтому он так хитро улыбается и показывает. Потому что они вот такие вот, да, вот так вот. Но глядя на меня, это ребеночек левша, и у него не сформированы пространственные представления, и очень долго еще будут сформироваться. Он зеркаливает все время, то есть показывает мне уши слона вот так. И только, мы здесь не поправляем на силу, он должен сам увидеть. Мы обращаем внимание, если ребенок может, да, то есть компенсаторный там, большой пальчик. Но в этом возрасте это даже не надо было делать. Он должен был дорасти до того, чтобы понять, вот он понял, сейчас ему смешно, что он так показывает. А ведь там несколько месяцев он так и показывал, и считал, что это нормально, но не замечал, что я показываю по-другому. Слуховой гнозис, чувство ритма, совмещение ритма дыхания с движением, работа с ритмом дыхания, ориентация на внешний ритм. Ну, это тоже для развития внимания и адаптированности, оптимизация и коррекция межполушарных взаимодействий. На фотографии, вы видите, психолог тоже делает упражнения с ребенком для развития межполушарного взаимодействия. Ну, и у психолога проблемы с этим, и у ребенка проблемы с этим. Вам просто плохо видно, плохо видно, но плохо делает и психолог тоже. Там кулачок-ладошка, элементарно. Кинетические процессы, тоже цель развития ловкости и точности, графические процессы, освоение внешнего пространства, конструирование и мемнистические процессы, тактильная, двигательная, память зрительная и немножко скопоречивая. И здесь еще две картинки. Показываю рисунки, хотя вроде как с энцематурной коррекцией они вообще никак не связаны, но это рисунки, которые для меня они очень значимы и очень ценны, поэтому я хотела их показать. Верхний рисунок, рисунок спонтанный на доске, рисунок человека. Этот рисунок нарисовал шестилетний мальчик только на фоне занятий с энцематурной коррекцией. Мы с ним ничего не рисовали, карандаш не держали, занимались с энцематурной коррекцией, и он вообще карандаш держать в руках не мог. Это был его первый рисунок человека, у него были только каракули. В шесть лет он смог нарисовать вот такого человека. Для шестилетнего ребенка психологи знают, что это просто на уровне умственной отсталости, хотя это когнитивно, абсолютно интеллектуально сохранный ребенок. У него была очень сильная форма гиперактивности, и вот он смог нарисовать, он был счастлив, что у него получилось что-то изобразить. Это было для нас такой этап, я его зафиксировала. Внизу на нижней фотографии рисунок семьи и подпись «Моя семья». Я, конечно, не могу сказать, что это была только с энцематурная коррекция. Это была длительная и комплексная работа ребенка с аутизмом, который любит рисовать, которого научить рисовать невозможно. Он говорит, что он умеет рисовать, и это очень тяжело, он ничего не принимает. Он рисует, как рисуется. Но он рисует всегда машины, троллейбусы, города. И это вот у него спонтанный рисунок семьи. Не знаю, где-то, наверное, после трех занятий, ему, наверное, лет 9 здесь было, он дома пришел, нарисовал рисунок семьи, подписал «Меня семья сам, мама, папа, и я». И вот мама тоже была как бы счастлива, принесла мне эту фотографию, я ее сохранила. Она для меня тоже была очень значимой. Итак, упражнения, которые направлены на три блока мозга, которые мы используем в нашей коррекционной программе. Значит, для первого блока мозга и его активации, по сути, мы понимаем, что первый блок мозга уже зрелый у детей. Ну, вернее, зрелый. Вот какой он есть, такой он есть. И мы, в общем, как бы доразвить мы его не можем. Мы его можем только попинать и простимулировать. Вот. Врачи стимулируют лекарствами. И это очень хорошо, потому что лекарства делают вообще. Мы можем все-таки как бы более физиологично и более избирательно стимулировать. Итак, первый блок мозга, чем мы стимулируем? Дыхательными упражнениями, массаж, самомассаж, работа с мышечными дистониями и ригидными телесными установками. А именно они перечислены, там, релаксации, растяжки, преодоление синкинезии. Дальше. Формирование и коррекция базовых сенсомоторных, одновременных и рецепропных взаимодействий. Одновременно это правая половина тела, правая нога, правая рука, правые глаза. Рецепропные, правая и левая. Да, то есть перекрестные. Формирование навыков внимания и навыков внимания преодоления стереотипов. Для работы со вторым блоком мозга, который отвечает за хранение и переработку информации, используется активация саматагностических, тактильных и кинестетических процессов. Опираемся на зрительные гнози, здесь пространственные и квазипространственные представления развиваем, и кинетические процессы. В третий блок мозга, что мы вкладываем, это функции программирования целеполагания самоконтроля за счет ритуала, введения правил и распределения ролей, развития коммуникативных навыков, установления причинно-следственных отношений, развития произвольного внимания, синестезии, обобщающих функции слова, интеллектуальных процессов. В качестве результатов сенсомоторной коррекции я написала несколько общих результатов, что удается достичь оптимизации развития телесности и становления психосоматических связей, преодоление профилактики проявлений дизентогенеза и даже улучшения соматического состояния. Друга слова еще про мозжечковую стимуляцию. Последние два года к сенсомоторной коррекции мы добавили мозжечковую стимуляцию, она очень хорошо сочетается, отписывается в этот нейропосихологический комплекс. То есть это программа, направленная на стимуляцию мозжечковых функций, то есть билиарных мозжечковых функций. Мы оценивали несколько параметров, на что влияет мозжечковая стимуляция. Действительно, там влияние очень разнонаправленное. Я вам представляю письмо и чтение. На этих двух картинках мальчик пишет, я замазала грязь, потому что он свое имя писал. Мальчик пишет одно и то же. Восемь лет ему, второй оклад, школа Крок, папа Алексей, мама Наташа, сестра Настя. И там что-то непонятное. Новый год или... Ну вот что-то такое. По-моему, Новый год все-таки. Это он написал до первого занятия, и через 12 дней занятий, две недели с перерывами, через 12 дней занятий он пишет то же самое еще раз. То есть это были занятия, на которых он ничего не писал. Он занимался мозжечковой стимуляцией. Он работал на балансире, он работал с координацией, глаз, рука, взаимодействие, да, было, но никакой ручки он в руках не держал. Мы видим, что за эти 12 дней строка стала ровнее, размер бокс тоже стал ровнее. Ну, хотя там просто ребенок с большой ригидностью, поэтому, если вы прочитаете, то увидите, что второй раз он удваивал все буквы, которые не нужно было удваивать. С каникул вышли в школу, и, видимо, что-то началось там. Класс у него... Класс! Лет ты, ты, си-си-систра! То есть такое вот. Мы также фиксировали изменения в навыке чтения. Увеличивается скорость чтения, причем это увеличение происходит при каждом курсе. Улучшается способ чтения от побуквенно-послогового переходит к целостному и даже к чтению словосочетания. Увеличивается уровень понимания прочитанного, и здесь больший вклад дает повторное прохождение курса, чем первичное. Развивается способность замечать свои ошибки при чтении и исправлять их. И результативно она оказывается в одинаковой степени для детей с расстройствами аутичного спектра, с последствиями органических поражений мозга и нормы. То есть одинаково эффективно. Ну все. Продолжение следует...